Дорогие друзья, сегодня мы завершаем наш цикл передач, посвященный Сергею Павловичу Дягилеву и его танцовщику. И наша передача сегодня посвящена Сергею Михайловичу Лефарио. Я говорю о Сергее Михайловиче с особой теплотой, потому что именно этот человек был столь преданным и верным Сергею Павловичу Дягилеву именно он прожил с ним какое-то время, оставив добрые воспоминания для людей, которые не знали Дягилева и которые благодаря Сергею Михайловичу о Дягилеве узнали. Надо сказать, что Сергей Михайлович Дягилев был столь преданным человеку искусства, что впоследствии, как мы уже говорили, сам Сергей Лефарь вспоминал о том, что Дягилев называл себя потомком Петра. И по мнению Сергея Михайловича Лефаря, в отличие от Петра, который принес на российскую землю западное искусство и западное творчество, Сергей Павлович Дягилев, наоборот, сделал все, чтобы прославить русское искусство за рубежом. Я говорю с теплотой о Сергее Михайловиче Лефаре еще и потому, что он посвятил Дягилеву три книги. Первая из них называется «Дягилева», вторая с Дягилевым, а третья – «Мемуары и кара», в котором Дягилев представлен как человек, который тоже сыграл для Сергея Михайловича большую и важную роль в его становлении и в его творческой жизни. Сам Сергей Михайлович Лефарь родился в Киеве в 1905 году. К сожалению, никаких сведений о своей семье он не оставил. Он не упоминает ни о своих родителях, ни о своих братьях и сестрах, если они у него были. Все книги, которые написал Сергей Лефарь, посвящены его творчеству и его встрече с Сергеем Павловичем Дягилевым. Надо сказать, что Сергей Михайлович вспоминал о детстве лишь то, что жил он в Киеве. И вместе с семьей лето проводил в загородном имении, недалеко от города. Сергей Михайлович также вспоминал, что когда он был маленьким мальчиком, произошло одно событие, которое отразилось на всей русской жизни того времени. В 1916 году был убит Распутин. И самым главным героем его жизни тогда стал князь Юсупов, которым юный Сережа очень восхищался. В 14 лет Сергей Михайлович поступает в балетную школу при Киевской опере, которой руководила тогда сестра Вацлава Нежинского Бронислава Нежинская. Мы уже говорили, что Бронислава Нежинская была не только близким другом для своего брата. Бронислава Нежинская всячески поддерживала начинание своего брата Вацлава. И она же была только тенью его в балетном искусстве. Хотя, несмотря ни на что, Бронислава Нежинская впоследствии прославилась как известный постановщик балетных спектаклей. И вот тогда, когда Бронислава Нежинская жила в России, она организовала в Киеве свою балетную школу. Именно в эту школу пришел молодой 14-летний Сергей Лефарь. В те годы, а это был 1921 год, до юного Сергея доходили слухи о триумфе русского балета Дягилева на Западе. И поэтому ошеломляющим событием для него было то, что по школе Бронислава Нежинской прокатился слух о том, что Дягилев ищет молодых, подающих надежду танцовщиков для участия в труппе русских балетных сезонов «Монте-Карло». Все юноши хотели поучаствовать, но Дягилев просил Брониславу Нежинскому выделить ему только пятерых самых талантливых и самых замечательных, по ее мнению, танцовщиков. Как мы уже говорили, Лефарь в своих воспоминаниях говорит о том, что Нежинская не находила в нем особых талантов. И говорит он об этом с некой обидой. Поэтому, естественно, Бронислава Нежинская в числе этих пятерых Лефаря не назвала. Но в те годы были очень сложные отношения в Советском Союзе, и границы были закрыты. Добираться до Монте-Карло, до Парижа, выезжать на Запад было очень сложно. И поэтому один из танцовщиков, которых назвала Бронислава Нежинского, Нежинская ехать в такую поездку не смог. Он испугался. И в те годы поездка за рубеж, по словам Сергея Михайловича Лефаря, была равносильно измене Родины и каралась большим наказанием. Поэтому один из молодых людей, как мы уже сказали, в поездку не поехал. И в последнюю минуту Лефарь оказался в составе тех пятерых молодых людей, которые отправились на Запад к Дягилеву. Дорога была очень трудная. Сергей Михайлович вспоминал впоследствии, что они голодали. Было очень-очень страшно. И когда они приехали в Париж, их разместили в отеле. И через некоторое время сообщили, что в пять часов в отеле «Континенталь» Сергей Павлович Дягилев желает встретиться с этими молодыми людьми. Сергей Михайлович вспоминал, что он очень переживал. У него дрожали руки. Казалось, что его лихорадило и бил озноб. Но когда появился Сергей Павлович Дягилев, все как будто прошло. Дягилев был очень ласков с молодыми людьми. Он встретил их радушно. Живо интересовался всеми событиями, которые происходят на родине. Спросил, насколько устали ребята и что они любят. К каждому он подходил особо и с каждым разговаривал в отдельности. Но когда речь дошла до Леонида, Сергей Павлович сказал. «А вы, молодой человек, что вы умеете? Для меня вы загадка. А вас мне ничего не говорила Нежинская». Оцепеневшего от неожиданного вопроса Сергея спасли товарищи. Они сказали, что Сергей умеет делать все. И это смягчило Дягилева. И он понадеялся на талант Сергея Лефаря. Страшнее всего, по воспоминаниям Лефаря, были репетиции, которые проводил Дягилев. Эти репетиции были настолько тяжелыми и жесткими, что Дягилев по 20 раз заставлял повторять одно и то же движение. Однако как-то на репетиции он обратил внимание на Сергея. Дягилев подошел к нему и похвалил со следующими словами. «Хорошо, молодой человек, совсем хорошо, работайте сильно». И Лефарь стал работать еще сильнее. Надо сказать, что он проводил все больше и больше времени в репетиционном зале, иногда выматывая себя до изнеможения. Но у него была цель. Он хотел стать известным танцовщиком. И человек он был амбициозным. Как мы вспоминаем, все свои заслуги в вазах балетного искусства он приписывал себе, а не Брониславе Нежинской, в балетной школе которого начал заниматься. И вот однажды предоставилась возможность получить небольшую роль. Лефарь был очень рад. Но здесь опять вмешалась Бронислава Нежинская. Она обратилась к Дягилеву с такими словами. «Нет, Сергей Павлович, Лефарь еще слишком неопытный танцор для какой-нибудь отдельной роли. Ему надо еще очень много присматриваться и учиться». Однако Дягилев сказал, «Пожалуй, сейчас он еще очень молод и неопытен. Но вы увидите Броне. Когда он вырастет, то будет вторым Нежинским». Бронислава очень обиделась, скривила губы. А у Сергея Михайловича, по его словам, в этот момент выросли крылья. Это придало ему больших сил, и он начал репетировать с большим усердием. В то время Сергей Михайлович интересовался всем. Он часто посещал музеи, ходил в горы для того, чтобы тренировать себя. И поэтому не случайно на репетициях он часто выглядел очень усталым и измученным. Как-то к нему подошел Дягилев и спросил, что с ним случилось. Лефарь все ему рассказал. Дягилев долго смеялся и был рад такому большому усердию своего воспитанника. А уже в конце 1923 года Сергей Павлович Дягилев похворил Лефаря за участие в спектаклях «Спящая красавица» и в «Князе Игоре». Вскоре Сергей Лефарь стал замечать, что друзья Дягилева обращают все больше и больше внимания на его персону. Они приглашают юного Сергея в кафе, беседуют, с ним разговаривают. И Дягилев тогда не присутствовал. И Лефарь был удивлен, что из всех танцовщиков Дягилевской труппы, тем более танцовщиков кардебалета, Сергея Михайловича выделили больше всего. Вскоре Сергей Михайлович оказался в музее в Амстердаме. Он честно признается, что к живописи не имел никакого отношения. Более того, в живописи разбирался он очень плохо, и оказавшись в музее, он очень растерялся. Но тут навстречу ему прошествовал Дягилев в окружении своих друзей. И Дягилева очень удивила и порадовала то, что его воспитанник Сергей Лефарь живо интересуется живописью. Однажды, по воспоминаниям Сергея Михайловича, он присутствовал на балете, который поставил Мясин. Это был балет «Меркурий». Этот балет не произвел на него должного впечатления. И в антракте Лефарь встретился с Дягилевым. Дягилев, улыбаясь, сказал, «Вот не думал, не гадал, мой милый цветочек, что вас здесь увижу, на нашем Стравинском. Значит, вы очень любите и понимаете музыку?» И Дягилев, по словам Лефаря, забросал его целым потоком ласковых слов. «Тут были и цветочек, и ягодка, и мой милый мальчик». И все это Сергей Павлович говорил так нежно, так хорошо, так мило просто, что, по воспоминаниям Сергея Лефаря, у него забилось сердце от столь первой в его жизни, не считая ласки матери, доброго отношения. И Лефарь говорил, «И чьей ласки Дягилева, великого Дягилева, моего бога, моего божества?» Но, придя домой, Лефарь испугался. До него часто доходили слухи о нетрадиционной и тимной связи Дягилева с молодыми людьми. Он тогда подумал, «Неужели я буду его фаворит?» «Нет, я не хочу этого». И Лефарь стал подумывать, уйти из Дягилевской труппы. Но куда уйти, он не знал. Он не представлял себя без балета Дягилева и без самого Дягилева. Он переживал, он мучился и в конце концов однажды подошел к Сергею Павловичу и попросил встретиться с ним для небольшого разговора. Сергей Павлович согласился. Но когда Лефарь подошел к Дягилеву, он не знал, о чем с ним говорить. Он мучился, переживал. И в итоге, когда Дягилев спросил, что он хочет ему сказать, Лефарь сказал, «Я хочу уйти из вашей труппы». Удивленный Дягилев не понял, в чем дело. Он спросил Лефаря, «Почему? Что случилось?» И испуганный Лефарь сказал, «Я хочу уйти в монастырь». Дягилев рассмеялся, потом расплакался. И Сергей Михайлович Лефарь вспоминает, что во время своих слез Дягилев ему сказал, «Вот она, Русь! Вот она, настоящая Русь!» «Да ты же Карамазов! Ты Алеша Карамазов!» Сказал Дягилев Лефарю. И это настолько расстроило Сергея Михайловича и настолько растрогало, что он решил попросить Дягилева отправить его на время для уроков у Чикетти. Дягилев согласился. И вскоре Сергей Михайлович уехал. Уехал для того, чтобы взять уроки у известного великого Чикетти. Но связь Лефаря и Дягилева не прекратилась. Они писали друг другу письма, они постоянно общались. И в этих письмах сближались вновь и вновь. Становились более близкими и более нужными друг другу людьми. Надо сказать, что Лефарь вспоминал потом об этой жизни своей, как он начинал знакомиться с Дягилевым. И действительно боготворил его. И очень любил. После долгих путешествий по миру из Лондона Дягилев и Лефарь отправились впоследствии в Италию, где, вспоминал Сергей Михайлович, началась моя тесная совместная жизнь с Дягилевым, конец которой был положен смертью Сергея Павловича. За эти долгие годы, такие непохожие друг на друга, четыре года жизни с Дягилевым, с великим человеком, образ его, во всей его сложности и жизненном изменяемости вошел в меня и запечатлелся во мне на всю жизнь. Стал и останется навсегда главной опорой моего существования, частью меня, частью моей души и моего существования, чем-то неотделимым от меня, о чем трудно говорить. Дягилев, как и в предыдущих своих любимых танцовщиках Нижинского и Мясина, вкладывал в Лефаря много сил. Он знакомил его с известными композиторами и писателями. Он знакомил его с художниками. Очень тепло отзывался впоследствии Сергей Михайлович о дружбе с Пикассо. Для него это было очень важно. И Дягилев старался как можно больше вложить своего любимого ученика сил. Конечно, однажды, как вспоминал Сергей Михайлович Лефарь, Дягилев ему сказал, «Сережа, ты непременно должен жениться. У тебя будут дети, а я стану им дедушкой». Но это было много лет спустя. А в те годы молодой Дягилев и юный Лефарь были близки и неотделимы друг от друга. Как я уже говорила, для Лефаря Дягилев был той большой любовью. И именно Лефарь из всех танцовщиков Дягилева оказался самым благодарным Сергею Павловичу. Именно он впоследствии сделал все для популяризации этого имени на Западе. Именно он после смерти Дягилева поставил ему памятник. Именно он сделал все, чтобы именем Дягилева была названа улица. Он выступал на различных конференциях, на разных собраниях и на памятных датах, вечерах, проводимых в честь Сергея Павловича Дягилева. А тогда Дягилев сделал все, чтобы Лефарь, как и Нежинский, как и Мясин, стал не только известным танцовщиком, но и очень хорошим хореографом. Что впоследствии, после смерти Дягилева, мы будем об этом говорить, Лефарю очень пригодилось. В 1929 году этот год был очень трагичный в отношениях между Лефарем и Дягилевым. Дягилев тогда был серьезно болен. И в своем дневнике Сергей Лефарь записал, предсказываю, что этот сезон будет последним сезоном русского балета Дягилева. Сергей Павлович устал от всего, отходит от балета, перестает им интересоваться. Найти старинную русскую книгу ему дороже, чем поставить новый балет. «Семья наша разваливается. Наш богатырь, наш Илья Муромец, уже не тот». Мы говорили в нашей первой передаче о том, как Дягилев стал меценатом. А в нашей второй передаче мы говорили о последних днях его жизни, как раз затрагивая отношения тех дней между Лефарем и Дягилевым. Именно Лефарь заметил плохое самочувствие Сергея Павловича. Именно Лефарь пригласил тогда из Венеции известного, хорошего врача, который, осмотрев Дягилева, но, к сожалению, ничего не обнаружил. Но именно на руках Лефаря Дягилев угасал. Он вспоминал впоследствии, как пугался больного Дягилева, как не знал, что делать, как, будучи молодым человеком, просто не представлял себе этот ужас смерти, который окружил его в те годы. И как мы говорили, для тех, кто не видел нашей передачи, что в семье Лефаря была одна примета. Если больного человека перенести на чужую постель, то этот человек умрет. Дягилев знал об этом и попросил перенести его на постель Лефаря. Именно в этой постели Дягилев и скончался в 1929 году. И Лефарь, заботясь о своем кумире, пригласил тогда к умирающему Дягилеву Миссю Серд, самую лучшую женщину в дягилевской жизни, ставшую ему на протяжении 20 лет очень близким человеком и очень близким другом. И как у Шанель. Именно эти две женщины провожали вместе с Сергеем Лефарем и Борисом Кахно, секретарем Дягилева, Сергеем Павловичем в последний путь. Когда умер Дягилев, Лефарь оказался в затруднительном положении. Во-первых, он не знал, что ему делать. Дягилевские балетные сезоны, по его мнению, уже заканчивались. Что предпринять, он не знал. К нему обратилась тогда труппа русского балета Дягилева. Они предложили Лефарю возглавить эту труппу и начать новый итог в истории русских балетных сезонов. Но Лефарь отказался от участия. И это положило начало распада труппы, что было весьма тягостно для артистов. Они пытались убедить Лефаря. Они ходили к нему с просьбой передумать свой отказ, пересмотреть его. Но Лефарь предпринял решение закончить работу в Дягилевской труппе. По его мнению, после смерти Дягилева ничего невозможно было здесь предпринять. И для него было очень болезненно возвращаться в прошлое. Особенно к человеку, которого уже не стало. И во всем Лефарь видел присутствие Дягилева и решил начать свою жизнь заново. К тому времени ему последовало очень хорошее предложение. Это предложение сделал Сергею Михайловичу директор гранд-опера Жак Руше. Руше был большим другом как Дягилева, так и Лефаря. Руше сделал очень многое для популяризации русского балета на Западе. Он сделал очень многое для дягилевских русских сезонов. И поэтому он обратился к Сергею Лефарю с просьбой поставить балет. Он пригласил Лефаря со словами «Тут сама судьба». «Я чувствовал, что этот балет должны поставить вы». И 30 декабря 1929 года Лефарь ставит на сцене гранд-опера балет творения Прометея, который ожидал большой успех. Надо сказать, что Руше настаивал, чтобы главные партии исполняли французские танцовщики. Но в то время, по воспоминаниям Сергея Михайловича, в гранд-опера была большая протекция. И танцовщики были не очень выразительными и не очень интересными. И поэтому Лефарь не хотел их участия до определенного момента, до определенной подготовки в балетах гранд-опера. Кстати, он вспоминал еще о том, что долгое время его просили взять на главные сольные партии одну балерину. Лефарь не находил в ней таланта. И он всячески отказывался, чтобы эта танцовщица исполняла главные партии в его балетах. Но требования были настойчивы. Его просили постоянно, все выше и выше, рангом люди об этой танцовщице. В итоге, через некоторое время, Сергей Лефарь узнал, что танцовщица, о которой просили, была дочерью шофера президента. И когда он сказал президенту о том, что не хочет брать ее в свою труппу, президент сказал, ну и ладно, не надо, решай все сам. А я шоферу скажу, что она не нужна. И Сергей Михайлович взял себе в партнеры известную в то время, уже сделавшую себе имя, балерину дягилевской труппы Ольгу Списивцеву. Ольга Списивцева была интересной танцовщицей. Дягилев думал о ней как о второй Павловой. И никто так не исполнял «Жизель», как Ольга Списивцева. Кстати, через много лет уже в наше время был поставлен балет, был поставлен фильм, простите, называвшийся «Манией Жизели». Так вот, Ольга Списивцева, она в то время была очень хорошей балериной, но Лефарь, в отличие от Дягилева, столь великого ее таланта, не видел. Вскоре Ольга Списивцева уехала в Америку, и там заболела роковой болезнью в шизофрении, которая многие годы скрыла ее от людских глаз в застенках психиатрической больницы. Но в то время балет, в котором участвовали Лефарь и Списивцева, был большим триумфом в начинаниях Лефаря как балетмистера. Так один спектакль положил начало всей творческой карьеры Сергея Михайловича Лефаря. Именно с гранд-опера, с его танцовщиками, с его балетом была связана вся последующая жизнь Сергея Михайловича. Он начал свои преобразования и, помимо балетных классов, вел в практику частные уроки по подготовке артистов к спектаклям. Сергей Лефарь очень многое уделял внимания не только балетной подготовке, но еще подготовке исторических сюжетов, просвещению своих танцовщиц, что впоследствии принесло ему большие результаты. Также имя Сергея Лефаря связано и с открытием парижской публики Чайковского. Чайковский не был тогда популярен на парижской сцене. И если вы видели нашу первую передачу, когда Диагри впервые организовал балетные туры, музыкальные еще туры оперные во Францию, вспоминал, что теми композиторами, которые привлекли внимание парижской публики, как раз были Лядов, Мусоргский, Глазунов. А вот Чайковский и Рахманинов, который в то время набирал свою мощь и был очень популярным парижской публике, не запомнились, что очень удивило Сергея Павловича Диагилева. Так вот, как раз Сергей Лефарь сделал все, чтобы сделать имя Чайковского столь популярным на западной сцене. Надо сказать, что, будучи, проживая во Франции, Сергей Лефарь получил имя Серж. Его все называли Сержем Лефарем. Но его это очень расстраивало. И он считал себя до конца своей жизни русским человеком, поэтому предпочитал, чтобы его называли Сергеем. Поэтому в нашей передаче о Сергее Лефаре мы говорим именно, называя его истинное имя. Так вот, в 40-м году фашистская Германия начала свою атаку на Францию. Сергей Михайлович находился тогда со своей труппой на гастроли. Но там он узнал, что фашистская армия готовит наступление на Париж. И немецкая армия тогда оккупировала город. И когда Сергей Михайлович вернулся с гастролей, город уже был занят немцами. Надо сказать, что это произвело на него удручающее впечатление. И чем заниматься, и что делать, Сергей Михайлович тогда не знал. Он был вызван в зал совета, где ему было поручено продолжать руководить театром и не допустить, чтобы немецкое знамя развивалось над Гранд-Опера. Сергей Михайлович вспоминал потом, что он оказался заложником ситуации. Он звонил к разным людям, он обращался к ним, но никто не пришел ему на помощь. Если он называл себя, сразу клали трубку. Сергей Михайлович был в панике. Он вернулся в театр и заметил театр в ужасном состоянии. Кругом валялись коробки, были разбросаны концертные костюмы. Что делать, он не предполагал. Но тогда Сергей Михайлович собрался и решил во что бы то ни стало организовать работу Гранд-Опера. Он обзвонил оставшихся в городе танцовщиков, балетмейстеров, костюмеров, всех тех, кто работал в театре. Он пригласил их к ним, пригласил их в театр и сказал, что в состоянии выплачивать зарплату и даже выдал аванс. И после этого работа в театре закипела. Но Сергей Михайлович был по-прежнему один. Он был растерян, подавлен, как себя вести не знал. И когда ему сообщили, что в театр должен прибыть Гитлер, Сергей Михайлович просто испугался. Он испугался и не пришел в тот день в театр, когда должен был появиться Гитлер. Гитлер приехал в Гранд-Опера в 6 утра в сопровождении десятка офицеров и солдат. Он обошел помещение театра, осмотрел его и потом сказал, что это действительно самый прекрасный театр мира. Но Сергей Лефарь все равно был вынужден встретиться с немецким командованием. И эта встреча была для него роковой. В театр приехал Геббельс. И Геббельс оказался поклонником творчества Лефаря. Он встретился с ним и рассказал, что еще в Германии, впервые увидев на сцене Сергея Михайловича, он был поражен его виртуозностью и его мастерством. И с тех пор Геббельс считал для себя самым любимым танцовщиком Сергея Лефаря. Впоследствии, как я сказала, эта встреча обернулась для Лефаря большим-большим неприятным событием. Надо сказать, что после войны Сергей Михайлович был обвинен в пособничестве немецким войскам. Его обвинили в том, что он встречался с немцами, что он делал все, чтобы немецкая армия могла посещать балетные спектакли Парижа. Но Сергей Михайлович продолжал руководить театром. А вскоре нашлись какие-то документы, о которых он и сам не предполагал, что они существуют. И эти документы подтверждали связь Лефаря с фашистской Германией. Сергей Лефарь был в панике. Его отстранили от руководства спектаклями. И чем заниматься он не предполагал. Надо сказать, что он хотел поехать в Россию. Он всегда мечтал побывать на родине. И в своих мемуарах Сергей Михайлович также вспоминал о том, что однажды у него произошла встреча с Шарлем де Голлем. Шарль де Голь был для него столь великим человеком, столь важной персоной, что встреча с Шарлем де Голлем навсегда была в памяти Сергея Лефаря. Когда Шарль де Голь собирался посетить с визитом Советский Союз, Лефарь посоветовал ему посетить свою родину, город Киев. Когда де Голь вернулся в Париж, он восхищенно сказал Лефарю, «Какая страна, какой народ, какие традиции, если вы когда-нибудь окажетесь у себя на родине, непременно передайте от меня привет». Что потом, по воспоминаниям Сергея Михайловича, он и сделал, когда в 1968 году побывал в Советском Союзе. Надо сказать, что возвращение на родину было для Сергея Михайловича очень-очень долгим. И в 1968 году, как я уже сказала, он впервые приехал в Советский Союз. А до этого, с 1930 года, Сергей Михайлович поддерживал очень добрые и очень тёплые отношения с миром искусства Советского Союза. В 1936 году он познакомился со Станиславским. Сергей Михайлович вспоминал, что общение со Станиславским доставило ему огромное удовольствие. Они долго беседовали, разговаривали о реформах русского балетного и драматического театров. А потом, в 1937 году, в Париж приехал Московский художественный театр. Они показывали Анну Каренину, парижской публике. И тогда Сергей Лефарь познакомился с Немировичем Данченко. И по его воспоминаниям Немировичем Данченко попросил у Лефаря два билета в Гранд-Опера. В 1958 году труппа Гранд-Опера должна была посетить Советский Союз с гастролями. Ну, кстати, надо сказать, что ещё в 1930 году, по воспоминаниям Сергея Михайловича, ему было предложено возглавить балет Большого театра. Он отказался, видимо, зная о том, что происходит в Советском Союзе. А вот в 1957 году, когда балетная труппа Гранд-Опера отправилась на гастроли, Сергея Михайловича, обвинённого, как мы уже сказали, в пособничестве фашистской Германии, из Франции не выпустили. Ему не дали въездную визу. Сергей Михайлович был очень удручён. Впоследствии он побывал на родине четырежды. А тогда, будучи известным коллекционером, Сергей Михайлович вспоминал, что эту любовь к коллекционированию ему привил сам Сергей Дягилев. И Дягилев говорил о том, что искусство должно быть важнее всего. И именно благодаря Дягилеву у Сергея Михайловича была прекрасная коллекция прижизненных изданий многих русских известных писателей, в том числе и их автографы. И, будучи прекрасным коллекционером, Сергей Михайлович Элифарь передал России около десяти книг, имеющих и художественную, и историческую ценность, за что получил благодарность от Министерства культуры СССР. Сергей Элифарь все возможное время уделял и балету, и коллекционированию. Он стал пропагандировать русское искусство, подобно своему учителю Сергею Павловичу Дягилеву, на Западе. И его заслуги были очень сильно оценены, высоко оценены и на Западе, и в Советском Союзе. Надо сказать, что Министерство культуры, как мы говорили, Сергею Михайловичу Элифарю объявило большую благодарность. А после смерти, после кончины Сергея Михайловича, его жена впоследствии передала еще часть литературных экземпляров из коллекции Сергея Михайловича в дар Советскому Союзу. Как мы уже говорили, что Дягилев, будучи уже больным и старым человеком, советовал Сергею Элифарю обзавестись семьей. Спустя многие годы Сергей Михайлович Элифарь встретил женщину, которую очень полюбил, из которой связал очень долгие годы своей жизни. Этой женщиной стала графиня Лилан Алифельд, с которой Сергей Михайлович прожил в счастливом браке около 30 лет, и которая стала его близким и верным другом. Вообще в жизни Сергея Михайловича, как он потом вспоминал, было всего три любимых женщины. Это его мать, это его первая любовь, Натали Полей, и это его любимая жена Лилан. Мы не упомянули в нашей передаче о Натали Полей, но когда мы рассказывали о том, что Сергей Михайлович стал переживать, какую роль Дягилев отвел ему в своем балете, когда он испугался стать его фаворитом, тогда он и был влюблен с Натали Полей. И уехав из Киева, он хранил ей верность и надеялся, что когда-то с ней встретится, и Натали Полей станет его женой. Но жизнь изменилась, все повернулось совсем в другую сторону. Элифарь остался на Западе, стал близким человеком Дягилева и женился на Лилан Алифельд. В середине 80-х годов страшная болезнь настигла Сергея Михайловича Элифаря. Он был болен раком, чувствовал себя очень плохо, и тогда, будучи больным, надиктовывал свои последние мемуары, которые назвал «Мемуары Икара». Именно в честь этих мемуаров, именно по их названиям, мы сегодня назвали нашу передачу. В этой книге Сергей Михайлович вспоминал о всей своей жизни. Он говорил о том, как начал свою балетную карьеру, рассказывал о первых впечатлениях от встречи с Дягилевым. И надо сказать, что Сергей Михайлович очень уважал своих танцовщиц. И тем танцовщицам, которых он называл «Этуаль», тех, которых он создал, потому что, по мнению Сергея Михайловича, до него на французской сцене «Этуаль» не было. И именно этим танцовщицам он тоже посвятил целую главу. Есть глава в этой книге, посвященная и Шарлю де Голю, и, конечно же, творчеству Сергея Михайловича Лефаря в «Гранд-опера». Мы уже говорили, что за свою жизнь Сергей Михайлович написал три известные в России книги. Это «Мемуары и кара», о которых мы сейчас говорили. Это «Дягилев» и «С Дягилевым». И тем самым стал верным человеком в памяти Сергея Павловича Дягилева. После того, как Сергей Михайлович перенес серьезные заболевания, он был уже немощен, устал. И когда он обратился к своему врачу, Раулю де Пре, Рауль де Пре сказал, что устроит все, чтобы память о Сергее Михайловиче была действительно долгой. Именно Рауль де Пре вспомнил, как когда-то прощались в «Гранд-опера» с Шаляпиным. И подобные прощания он устроил для Сергея Михайловича Лефаря. Именно в «Гранд-опера» прощались с этим известным танцовщиком. Именно в «Гранд-опера» и русскому балету принадлежит его имя. И надо сказать, что имя Лефаря до сих пор известно ценителям балета. И его ценят, повторюсь, и во Франции, и в России, потому что вклад этого человека многонационален и безграничен. Итак, сегодня мы закончили цикл передач, посвященных началу балетных русских сезонов Сергея Павловича Дягилева. Это период начала XX века. Именно этот период сделал русский балет столь популярным, что шлейф от популярности тех лет, наверное, до сих пор присутствует, когда говорят о русском балете на Западе. Мы поговорили с вами о Сергее Павловиче Дягилеве не случайно, потому что каждый раз, когда мы говорим о меценатстве, мы подразумеваем тех людей, которые внесли свой большой, неотъемлемый вклад в становление русского искусства, в становление русской науки. И как раз Сергей Павлович Дягилев вложил все свои силы и возможности в то, чтобы русский балет, русская музыка и русская живопись были популярны и были известны. И ему мы должны быть благодарны и этому человеку, и этому имени, и этой личности. Я надеюсь, что вы узнали достаточно много интересного из наших передач, и надеюсь, что вы смотрели их с интересом. Большое спасибо за внимание, всего вам доброго, и желаю вам больших успехов. До свидания.